Этот чизкейк немного отличается от традиционных, но тем не менее получается очень вкусным и нежным. Хрустящая песочная основа и ароматная нежная начинка, никто не устоит перед таким соблазном. Такого чизкейка вам пробовать еще не доводилось. Очень интересный вкус, творожный и манный одновременно. Этот нежный чизкейк понравится даже тем, кто не любит десерты из творога. Готовится он просто и не может не получиться. Тесто для песочной основы можете приготовить по своему любимому рецепту. А вот начинку готовьте строго по рецепту. У вас все получится вкусно. 1. В первую очередь приготовим тесто. В просеянную с разрыхлителем муку добавим щепотку соли, 50 граммов сахара и 100 граммов сливочного масла. 2. Перетираем все в крошку и добавим 1 яйцо. 3. Вымешиваем тесто и отправим его на 45-60 минут в холодильник. 4. А теперь сварим манную кашу, смешаем молоко со щепоткой соли, добавим ложку сахара, обычного и ванильного и доводим до кипения. Затем всыпаем манку и варим до готовности. 5. Теперь манную кашу необходимо остудить. А чтобы она не покрылась коркой, смазываем ее сливочным маслом. 6. Рикотту смешиваем с оставшимся сахаром. У меня рикотта кремообразная, если у вас с крупинками, лучше протереть через сито. 7. Добавляем желтки 5 яиц, перемешиваем. 8. Добавляем остывшую манную кашу, ароматизатор и тщательно перемешаем до однородности. 9. Форму для выпечки, 24 сантиметра, смазываем сливочным маслом. Дно можно застелить пергаментом. Из отлежавшегося в холодильнике теста формируем основу для чизкейка. Высота бортиков основы у меня получилось 4 сантиметра 5 миллиметров. 10. Белки взбиваем до пышной пены со щепоткой соли и добавим в смесь викоты, манки и яиц. Аккуратно перемешиваем. 11. Выливаем в песочную основу. Я сверху добавила вяленые клюквы. 12. И запекаем 40-45 минут в разогретой до 160-170 градусов духовке. 13. Даем чизкейку немножко остыть, и можно приступать к дегустации.